Смотрите, а как же все-таки происходит рождение свыше? Что проводит? Какие проводники возрождения есть? Что отмечено в Божьем Слове? Мы читали, когда Иисус говорил Никодиму, Он говорил, что кто не родится от воды и духа, он в Царство Божье не войдет, то есть он рождение свыше не получит. Какие же проводники рождение свыше или возрождение? Иаков 1.18 написал, послание Иакова 1.18 Восхотев, родил Он нас Словом Истины. Восхотев, родил нас Он Словом Истины. Первый проводник рождения или возрождения – это есть Божье Слово. Без этого, без Божьего Слова принципиально человек не может пережить этот момент. Петр написал, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего вовек. Видите, когда звучит чистое Божье Слово, когда ты читаешь, может даже в одиночку, где-то в одиночестве ты мог читать Божье Слово, но Слово Божье, оно наделено силой. Оно является проводником рождения свыше каждого человека. Видите, почему это так? Потому что, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, чтобы никакой человек не стал проводником рождения свыше. Бог хочет напрямую работать с тобой. Бог хочет напрямую, чтобы ты, зная, понимая, что это Бог работает с тобою, лично пережил этот момент в твоей жизни. Итак, первый проводник рождения свыше, это Божье Слово. И в Галатах написано, через дела ли вы законы, через дела ли законы вы получили Духа, или через наставление в вере. Когда Бог посылает свое Слово, оно наделено вот этой силой. И когда это Слово Божье принимает человек, вот оно тогда менять может или проводить человека может к рождению свыше. Также второй проводник рождения свыше, это Дух Божий. Потому что мы читали, рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. И в Иоанна мы читали, кто не родится от Духа, кто не переживет этот момент, так бывает со всяким рожденным от Духа. Заметьте, когда в самом деле человек читает Божье Слово и при этом ищет откровение, он получит откровение. И Дух Божий, он всегда параллельно идет с Божьим Словом, чтобы открыть человеку истину. И когда человек, открывая свое сердце или открывая свой Дух для Духа Божьего и Его Слова, он рождается свыше. Вы знаете, третьего какого-то проводника возрождения, рождение свыше мы не находим. Мы находим только два, это Слово Божье и Дух Святой, которые могут провести человека к рождению свыше, к возрождению его внутреннего человека. И стоит вопрос, а как же все-таки осуществляется рождение свыше? Практически. Мы вроде бы сейчас слышим правильную, основанную на Библию теорию. Как же практически осуществляется рождение свыше? Оно осуществляется двумя путями. Или одним путем, в котором участвуют две личности. Мы говорим, что Бог посылает Слово. Бог посылает Дух. И поэтому первый, кто участвует в рождении свыше моем, или участвовал, это Бог. Как оно происходит? Бог встает инициатором. Бог встает автором моего возрождения. И я уверен, что те люди, которые сидят сегодня на этом месте, Бог вас заинтересован. В каждом человеке, кто не пережил вот этого состояния. Если вы сегодня, в данный момент, оказались на этом месте, всякий, кто слышит это Слово, Бог заинтересован. Бог посылает Своё Слово. Бог направляет, Бог желает провести тебя к этому состоянию. Потому что Бог заинтересован в твоём спасении. И потому одна сторона, это сторона Бога. Он говорит, Он посылает Свой Дух. Он стучит в твоё сердце, Он стучит в твою жизнь. Первый проводник, или первый инициатор рождения свыше, в данной проповеди твоего. Потому что я верю, я помню те моменты, когда это произошло в моей жизни. Но в данный момент, каждый человек, кто не рождён свыше, инициатор стоит Бог. Но и в Библии написано, что Он восхотел, родил нас Словом Истины. Это написано, по-моему, Иакова, первая глава. Восхотев Бог, Он родил нас Словом Истины. И смотрите, с одной стороны стоит Бог. С другой стороны стоит человек, который слышит Божье Слово. С другой стороны стоит человек, который слышит Божье Слово, приправлено Духом Божьим. И вот он должен отреагировать на это. И значит, смотрите, Иоанна 1,12, что написано. Это уже наша сторона как бы описана. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Смотрите, я знаю, что многие люди, они слышат голос Божий, голос Евангелия. И в самом деле говорит Бог. Но дальше происходит разделение. Тем, которые приняли Его, услышав месседж, услышав Слово, человек должен отреагировать. Если ты хочешь положительных результатов, если в самом деле ты желаешь пережить этот момент рождения свыше, твоя реакция должна принять. А тем, которые приняли вот это слово, что говорит Библия, Он дал власть быть чадами Божьими. Значит, надо осмысленно просто отреагировать в те моменты, когда Бог обращается к человеку. И Павел говорит, что Евангелие, благая весть, это сила Божья ко спасению человека. И когда мы говорим о том, что почему так все-таки, ну не так уж много рожденных свыше людей, знаете почему? Одна причина, что порой мало слышится Евангелие, которое говорит о перемене личности, которое говорит о рождении свыше. Это одна причина. Вторая же причина. Человек не реагирует. И потому Библия говорит, когда ты услышишь голос Его, голос Божий, который обращен к тебе, тогда свое сердце не ожесточи. А прямым словом сказать, если ты чувствуешь, что, ну, сомнительно, рожден ли ты свыше или нет, то у тебя есть шанс. Бог тогда предлагает свой шанс. Отреагируй на этот шанс, и ты это переживешь в своей жизни. Знаете что? И получается, автор возрождения, Бог, Он желает рождать человека. Проводник возрождения этого же является Иисус Христос, потому что им была заплачена цена за твой грех, чтобы ты мог отвернуться от греха и получить прощение. Проводник возрождения также Дух Святой. Но реакция остается за тобой. Решение, оно остается всегда в твоем сердце. Знаете, в рождении свыше также я бы хотел подметить, что есть две стороны. Субтитры создавал DimaTorzok